Сегодня ночью, можно сказать последней зимней ночью в этом году, на улице Росковой, что в цыганском поселке на юго-западе уральской столицы, загорелась деревесная избушка за номером 50, в которой дислоцировалась Тандырная. Вообще изначально это был дом на двух хозяев. Одна половина точно пустовала, потому что ее владельцы давно построили рядышком двухэтажный кирпичный дом и жили в нем. А вот во второй половине теоретически могли быть люди. Дело в том, что хозяин второй половины продал ее застройщикам, а те запустили в дом трех мигрантов с юга, которые обустроили в избушке Тандыр, вот такую вот печь, и пекли в ней лепешки на продажу. Известно, что вчера вечером они были дома, и пожар начался со стороны Тандырной. Но это, в общем-то, и логично, ибо вторая половина дома была необитаема. Причина пожара пока выясняется экспертами ИПЛ. Самое поверхностное, что бросается в глаза, это, конечно, Тандыр. Темноплечие граждане установили печь посреди древесной избы. И теоретически она, наверное, могла стать первопричиной воспаления. Но это не обязательно. Ведь и русские печки тоже теоретически являются источником огня, но не все из них устраивают пожары. Хотя, опять же, вот эта вот русская идиома, плясать от печки, она вот как будто бы прям про это. Дескать, огонь начал плясать от печки. Но вы понимаете, что этот фразеологизм гораздо глубже. Помимо версии Тандыра, есть еще и версия о поджоге. А она всегда есть в ситуации частного сектора, готового к сносу и строительству чего-то нового. Хозяева необитаемой половины дома, ну, те, которые живут в кирпичном особнячке, с застройщиками ведут переговоры о цене полудома. Но пока консенсуса не достигли. Ну, вы понимаете, что когда хозяева дома сильно упираются за бабло, возможно, всякое. И у нас в горах бывали даже поджоги. Но в данном случае это не факт, а гипотеза. Плавающая на поверхности и не тонущая. Пожарные на воспаление в частном секторе с его плотной горючей застройкой примчались по повышенному первому бисномеру. На момент прибытия огнеборцев дом был уже полностью охвачен и захвачен огнем. Сумели ли гастарбайтеры выскочить из Тандырной, не сообщается. Но при разборках и проливке о погибших речи не было. На улице Росковой, 50, произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на данный момент работают по повышенному рангу пожара. Один бис. На тушение пожара привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Горел деревянный дом на двух хозяев и на дворные постройки. Для локализации пожара было использовано 5 водяных стволов и пожарный гидрант на отдаленности 300 метров от места пожара. На данный момент пожар локализован. Осуществляется разборка и проливка сгоревших конструкций. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, переведя посылки во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.